Он достоин славы всегда. Или говорим мы о Его рождении, или говорим мы о Его страданиях, или мы просто вспоминаем то слово, которое было вначале у Бога, и было Бог. Это всегда о Нем, это всегда слава Его, это всегда для того, чтобы мы могли ободриться, укрепиться, что-то получить для себя. Он достоин славы, слава Ему. И я буду читать из 3 книги царств, 14 главы, с 1 стиха. Всем вам очень хорошо события, знакомые. В то время заболел Авия, сын Иераваамов, и сказал Иераваам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иераваамова, и пойди в село. Там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем всего народа. И возьми с собой 10 хлебов и лепешек, и кувшин меда, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отраком. Жена Иераваамова так и сделала, встала, пошла в село, и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделали с неподвижной от старости. И сказал Господь Ахии, вот идет жена Иераваамова, спроси тебя о сыне своем, ибо он болен, так и так говори ей, она придет переодетая. Ахия, услышав шорох от ног ее, сказал, когда она вошла в дверь, когда она вошла в дверь, сказал, войди, жена Иераваамова, для чего было тебе переодеваться, я грозный посланник тебе. Вот до этого места я просто напомнил, освежил в вашей памяти то слово, которое вы все очень хорошо знаете, и которое мы знаем не только потому, что Иераваам такой человек, о котором можно много что сказать по поводу его жизни, хотя он очень хорошо начал, но и в силу того, что каждый из нас, независимо от того, вы знаете, что мы говорим, что мы сегодня говорим, а мы многое говорим, мы говорим, например, почему сегодня Господь не действует так, как это было несколько лет назад, почему сегодня, кажется, нет той благодати, почему я когда-то получал такие чудные, дивные ответы от Господа, прямые и ясные, а сегодня, кажется, что-то не то. Друзья мои, ну если бы мы посмотрели в свое сердце, то бы, наверное, нашли бы практически ответы на все эти вопросы. Вы знаете, мы говорим о том, что есть такие люди, которые бегают по пророкам, но если на самом деле, я не поднимаю вообще этот вопрос, но если на самом деле у нас что-то случается в жизни, если болеют наши дети, если появляются проблемы, мы ведь очень быстро вспоминаем, где этот духовный селом. Понимаете, почему селом? Потому что Ахия жил там. Вот это такое место, когда Скиния, Скиния там была тоже в свое время, и по стечению обстоятельств спустя сотни лет пророк Ахия жил там. И мы тоже находим, мы находим людей, которые сейчас, они уже ушли в вечность. Для кого-то, может быть, это был Грицис Хопнева, я бы мог свидетельствовать об этом человеке, многие из вас тоже. Или может быть, какая-то сестра, устинка, или еще кто-то, то есть человек, которого мы знаем, что это испытанный от Господа сосуд, и что там все будет правильно. Когда брат, начиная это служение, он сказал такое слово, Господи, дай нам увидеть красоту молитвы, дай нам увидеть красоту слова. Я вспомнил, я вспомнил свои дни, вот первые дни моего уверования, и как я пришел в церковь. И вы знаете, там действительно не было никакой мишуры абсолютно, собрания проходили на дому. И вообще для такого человека, как я, ну многое было непонятно и неясно. Но вот именно то, как эти люди молились, оно всегда вызывало в меня восторг. И как братья проповедовали. Вы знаете, я всегда восхищался, откуда это в человеке. И когда я однажды услышал о том, что, я первый раз услышал о том, что такое вообще сосуд, мне как-то сказали, и было воскресное служение, оно проходило, ну как у нас было там, оно проходило на квартире, большая комната, скамеечки, быстро собрали, поставили. А мы с моим приятелем, у которого как раз было это служение, он был сын той семьи, мы находились вообще в другой комнате, потому что мы себя иначе немножко вели, и иначе, как бы сказать, относились к этим вещам. Но я прекрасно помню, как я склонил свое лицо на коленях, и я в сердце своем говорил в то время, когда в той большой комнате была такая живая пятидесятническая молитва, Господи, если здесь есть твой сосуд, о котором я слышал, что это правда, что ты говоришь через людей твоих, через эти сосуды, как мне сказали, скажи мне слово. И когда был шум этой такой, знаете, благословенной пятидесятнической молитвы, и вдруг я слышу голос, который как бы перерывает всю ее, и все вместе начинают стихать, и такое слово идет, и вот я отвечаю тебе. Вы знаете, для меня это было, как я думаю, для каждого из нас, как это было, когда мы нуждались, когда мы находились в каких-то, может быть, тяжелых обстоятельствах. И я хотел бы сказать, что это очень хорошо, это очень хорошо, что у нас есть живой Отец на небе, слава Ему! Друзья мои, что бы ни было, как сегодня было сказано, идите к Господу, идите к Господу, поднимайтесь туда, на эту святую гору, на эту гору молитвы, на эту гору веры, на эту гору, на эту гору, когда мы уединяемся, когда мы уходим от этого мира, как наш Спаситель Иисус Христос. Это очень хорошо. А теперь Ира Ваам, поскольку это слово, оно все-таки действительно, наверное, в большей мере, адресовано к молодежи, хотя и ко всем здесь присутствующим, я вернусь к этому человеку. Я не все буду говорить, я не стану рассказывать вот эту историю, которая произошла между ним и Ахией. Я другие, хочу вещи обратить, ваше внимание обратить на другие вещи. Вспомните этого человека, и там есть о чем подумать. Вы знаете, он не был из какого-то царского, избалованного рода. Это был простой человек. Это был, более того, сын вдовы. Особая категория вдовы и сироты, да? И этот человек был сын вдовы, но о нем сказано, молодой человек, но о нем сказано две очень хорошие вещи. Это то, что он был мужественный, и то, что он умел делать дело. И мудрый Соломон, который однажды увидел его, он понял, что этот человек, который должен быть на определенном месте, так решил Соломон. Но был еще некто другой, который наблюдал за всем этим ходом, и который определил для него нечто другое. Он ничего себе не думал, он ничего себе в этом отношении не мыслил. Однажды его на поле встречает Ахия, который рвет свою новую одежду и 10 частей дает Ировааму. И этому человеку он говорит, что ты будешь царем. И он объясняет причины. И вы знаете, вот на самом деле то, что Бог определил и сказал, он принял. Он принял это верою. И у него в жизни похоже, как у Давида. Я если сравниваю начало их, вы знаете, они очень похожи. Оба из простого рода. оба угодно ходят пред Господом. У обоих сердце достойное, чтобы Бог обратил на них внимание. Молодые люди, возьмите это себе на заметочку. Да и каждый, наверное. Вы знаете, этот человек, он сразу же попадает в немилость. Я не знаю, почему Писание Священное не говорит, но я думаю, что просто, возможно, где-то он что-то сказал. Почему? Потому что Соломон сразу же пожелал его убить. И он становится беглецом. Но проходит немного времени, опять же история, я не буду касаться ее, потому что не очень много времени имею, когда, вы помните, когда Соломон уходит в вечность, и его сын Раваам поднимается на престол. И вот все израильтяне приходят к нему, и такой тест в жизни молодого, другого молодого человека, очень похожи их имена. Я даже одно время сильно путал Раваам и Раваам. И для этого молодого человека тест в его жизни, когда весь народ обращается к нему, говорит о том, что твой отец наложил очень тяжелое иго на нас. Вы помните, это связано было со строительством храма, в основном облегчи иго отца твоего. Облегчи иго отца твоего. И вот Раваам, я хочу обратить ваше внимание, он очень мудро поступил. Он не стал сразу что-то отвечать для народа. Он сказал, что пойдите и через три дня придите опять. И когда вот, когда это было время для него, к нему пришли советники его отца, те люди, которые стояли перед Соломоном и слышали его мудрость, и они дают ему прекрасный совет. Но должно было исполниться то, что исполнилось. Что именно? То, что Бог определил, что только одно колено. Хотя фактически там немножко получилась другая история, вы знаете, потому что Иерусалим находится на территории Вениамина и потому что левиты, естественно, как удел Божий немножко больше. Но тем не менее десять колен этот человек получает. И кажется, как должен был бы быть он благодарен для Господа? Как человек, который получил какую-то милость от Всевышнего, должен быть благодарен своему Создателю? Но получается немножко все по-другому. Потому что тот человек, тот молодой человек, который был мужественный, который умел делать дело, когда он поднялся на эту высоту, он оказался другим. И в сердце мужественного человека появляется страх. Страх и зависть. Страх о том, что евреи все равно будут ходить в Иерусалим. Они будут идти на поклонение, а там их есть тот государь, и они отвратятся. И что он делает? Он делает такое зло, которое практически, вы знаете, доколе существовало это северное государство, как мы говорим, Самария, они не выпутались из этого греха. Он делает два золотых тельца. Причем я хочу сказать, институт лжесвященников, причем я хочу сказать, что вы знаете, дело в том, что этот человек прекрасно понимал, что он делает, потому что когда Бог через Ахию сказал ему, за что царство отвержено от Соломона, от дома Давидова, то он сказал ему за то, что они оставили меня и начали поклоняться Астартам и другим лжебогам. Я думаю, что в тот момент, когда он переживал, вы знаете, вообще-то, если размышлять на такой ситуации, а это тоже бывает в нашей жизни, получается нонсенс, как говорят англичане, или глупость, просто боясь потерять власть, которую Бог дал ему, он начинает грешить против Бога. Задумайтесь над этим. Боясь потерять власть, которую Бог дал ему, он начинает грешить против Бога. Он думал, что так он удержится. Вы знаете, это для нас тоже есть, для нас это то, чтобы мы рассуждали над такими вещами. И вот если Бог что-то нам дал, если Бог что-то нам вручил, не нужно бояться, не нужно переживать, Нужно доверяться Господу, хотя не всегда может быть. Это все бывает так легко и так бы складывалось, как бы нам хотелось, но надо уповать на Него. Вы знаете, и я говорю уже то, что произошло, вы все прекрасно знаете. Теперь так, к чему вот это все? К чему я сейчас напоминаю вам эти события? Что-то из своей жизни, что-то из жизни этого человека. Что-то из того, что у нас происходит, вы знаете, в это время, к чему я это говорю? Потому что это все можно объединить одним понятием – воля Божия. Воля Божия. В чем же она есть? И что это такое? Вот нам сегодня необходимо знать, что есть воля Божия. Я знаю, что многие из вас могут сказать мне о том, что она благая, угодная и совершенная. Вы многое можете рассказать, а многое можете засвидетельствовать и поделиться, друзья мои. Но дело в том, что есть догматическое христианство, а есть христианство практическое. Вот такая вещь. Вот такая вещь из жизни молодых людей. Когда девица или юноша, может быть, рядом есть кто-то, может быть, рядом есть кто-то. Когда приходит время созидать семью, и человек молодой, он действительно начинает молиться Господу и просит, Господи, да будет воля Твоя в жизни моей. И Господь указывает, что рядом есть сестра или брат. Я не знаю, кто молится, да? Такие вещи, но нам всем хорошо знакомые. И в то же время, кажется, да, это хорошая христианка. Да, она мило выглядит. Я знаю, что она и молитвенница, и ревностная такая. Но рядом вот появился кто-то другой. Простите меня за эти выражения. Вы знаете, молодежь говорит так, оп. Она так выражается. Молодежь говорит, о, это такая хабгерл. Это такая девушка, это такая девушка, вот здесь, вот здесь. Нет, только с ней буду счастлив. И что потом? А потом из этого всего хабгерл. Там целая пожарная команда выезжает с пастырем, с теми же самими пророками, с братьями, с молитвенниками, чтобы только сохранить эту семью. И не дело в том, что она плохая или он плохой, а потому что они смотрели только на оболочку. А Бога не спрашивали, что есть воля Божья, потому что они не знали, как это будет слагаться, как это будет притираться. Вот такой маленький пример. Говорить можно много. Говорить можно и о ревности человека, служить Господу, быть пресвитером, быть диаконом, может быть епископом, может быть еще что-то другое делать такое. Вы знаете, такие, ну, достаточно нам всем хорошо знакомые вещи. Можно об этом говорить очень долго. Но на самом деле, давайте мы посмотрим, посмотрим свое собственное сердце. И более того, я хочу сказать, что вот мы должны подумать о том, что ведь действительно когда-то Господь чудно каждого из нас повел. Повел за собою. И чудным образом отвечал нам на все наши вопросы и запросы. Я помню, было сказано про одну сестру, как-то так вот, среди молодежи. Да если ей понадобится, то в дом к ней придет. А потом что-то другое случилось. И с нами такое тоже бывает. Знаете, как-то по-другому все почему-то происходит. Мы начинаем видеть, что Бог как будто бы нам не отвечает. Ну, это немножко один вопрос, когда мы испытываемся. А есть другое, есть когда бывает испытание, вот как в жизни Иеравама. Сидит этот человек и думает, да, конечно, Бог поставил меня царем. Да, Он дал мне десять колен. Но ведь они пойдут туда и будут поклоняться Богу там, а я этого не имею. Значит, они уклонятся. Значит, они обратятся. Значит, я потеряю царство свое. Все, такие вещи бывают в нашей жизни. И я думаю, что каждый может из вас вспомнить вот это место. Найти это место, где что-то было, где что-то произошло. И вернуться туда. И чтобы мы на самом деле искали, что есть воля Господня. И пусть Господь прославится в жизни нашей и среди народа своего. А Ему слава и честь. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok